Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в программу «Лучшее в стране». Вообще у нас, конечно, в этом часе всё необыкновенное, но сегодня должно быть по-особому. Я в это верю. Меня зовут Роман Шахов, моя коллега Лиза Калинина и наши гости в студии. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня писатель, лингвист, кандидат филологических наук, психолог, переводчик, логотерапевт Галина Левшиц-Артемьева. Здравствуйте! Здравствуйте! Галина, мы безумно рады, что вы к нам пришли. И у нас есть информационный повод интересный, потому что совсем скоро в сети-класс продолжатся ваши лекции. Я так понимаю, это мастер-класс и постоянная такая история. И вот тема у нас, программа звучит так. «Я хочу и могу добиться перемен в своей жизни», так и звучит ваша лекция в сети-класс по положениям логотерапии учения, основанного Виктором Франкландом. Ну, давайте начнём. Мы обыватели, мы ничего не знаем, вы наш наставник сегодня. Можно добиться перемен в своей жизни? Легко и просто? Ну, конечно. Конечно. Легко и просто. Или трудно. Есть такая цепочка. Кому как, скажем честно. Есть такая цепочка. Она состоит из трёх слов. И вот этой цепочкой надо каждое своё действие поверять. Вот эти три слова волшебные. «Хочу», «могу», «делаю». Прекрасно. Если хотя бы одно слово выпадает, то рушится вся цепочка. Если «не хочу», то уже само собой отпадает «могу и делаю». Второе и третье, да. Да, ты будешь... Если даже ты сделаешь, то получится что-то недолгосрочное, без счастья, и создадите какое-то такое произведение без любви. Без любви, то есть без души. Там не будет присутствовать душа, значит, не будет присутствовать смысл, и значит, это всё пустое. Итак, для начала, для любого действия, в том числе для достижения счастья, нужно хотеть. Если человек хочет быть счастливым, ну, счастливым, ладно, хотя бы изменить что-то, что мешает ему жить, хочет, дальше он должен спросить себя, может или не может. Вот здесь как раз бывают вопросы. А здесь очень большие вопросы. Потому что иногда человек говорит, ну, я лично могу, но есть такие обстоятельства вне меня, которые... Тогда я привожу пример из жизни Виктора Франкла, о котором сейчас вы упомянули, основателя третьей Венской школы психоанализа. Дело в том, что это такой уникальный случай, что человек, который основал школу психоаналитическую, сам на своей жизни, на своей судьбе, долгое, он 92 года прожил, проверил все положения своей теории. То есть вот жизнь заставила. И они работают, получается, эффективно. В том числе он прошёл через концлагерь. Да причём не один, по-моему, там в концлагерь. Штенштадта, такого более мягкого, до лагерей смерти. Аушвиц, а свенцам у нас принято говорить, и Дахау. И в Дахау он кончил этот путь. Он потерял всех своих близких на этом пути. И у нас вышла книга, которая у нас, она называется в переводе «Воспоминания». А так, чего нет в моих книгах. К 90-летию он написал заметки о жизни. И можно её почитать. Потрясающая книга. Но к чему я это говорю? В Ваушвице у него отняли рукопись его книги, где были основы логотерапии. Он сам всё это обосновал. Логотерапия давайте тогда тоже будем. Логотерапия – это логос, слово или смысл, или значение. Ну, в данном случае смысл. Терапия – лечение. Лечение смыслом. Франкл говорил, что основное, что жизнь каждого человека имеет смысл. И каждому человеку свойственна жажда смысла. Поиск вот этот. Да. Сам факт того, что человек ищет этот смысл, говорит о его наличии. Как вот мы испытываем жажду, мы хотим пить. В этом помещении может не быть никакой воды, да? Но это не значит, что нет воды где-то, раз мы хотим воды. Точно так же может где-то момент тьмы, пустоты и ощущение отсутствия смысла. Но это не значит, что смысла нет в каждой человеческой жизни. Человек рождён с определённой задачей, с определённым смыслом. И мало того, есть три вида очень интересные. Смысл в жизни, сейчас объясню, что такое смысл жизни и сверхсмысл. Смысл в жизни – это смысл момента. Потому что каждый наш момент жизни, он исполнен определённым смыслом, разными смыслами. Если мы проживаем эти моменты жизни, чувствуя эти смыслы, то мы счастливые люди. Потому что от нас зависит, как наполнить эти моменты жизни, как достичь смысла момента. Потому что иногда, знаете, чашка кофе в приятной компании и в красивом интерьере – это прекрасный смысл данного момента. И ты будешь об этом помнить. Ну прочувствовать каждую секунду в жизни. Вот-вот. Смысл момента. Смысл жизни – это нечто более глобальное. И не обязательно, что это будет один только смысл жизни. Я себе выбрала несколько смыслов жизни. И они мне дороги абсолютно все в равной мере. И если бы у меня был только один смысл, ну я бы сошла с ума. Люди по-разному устроены. А есть такие целенаправленные, которые вот одной дорогой идут. Бьют в одну точку. Да. И это зависит от уникальности натуры. А сверхсмысл не дано познать нам в этой жизни. Сверхсмысл понятен только там в трансцендентном. В том, что за пределами человека. А хотя бы прикоснуться, хотя бы направление какое-то. Есть у нас возможность? Ну конечно, тянуться к этому. Вот наше духовное существо тянется вверх и хочет это постичь. Ну человек достаточно силен, но все-таки и достаточно слаб. Есть вещи, которые человеку постичь не дано. Но все-таки мы вернемся к Франклу и насчет того, что зависит, что не зависит. Человек потерял все. Человек потерял даже вот эту рукопись, он хотел как-то сохранить. Ну вот допустим убьют его, а рукопись останется какой-то след. У него и рукопись эту отняли, это стоптали. И дальше его жизнь каждый день висит на волоске. И смысл момента выжить в данный конкретный сегодняшний день и все. И понимаете, вот тут можно сказать, что пока Франкл был в этих концлагерях, что от него вообще ничего не зависело. Можно сказать, конечно. С одной стороны можно сказать. А с другой стороны можно сказать, что очень многое зависело. У него была воля к жизни. Он пишет вот в этой книге «Сказать жизни да», что надо обязательно бриться хоть чем, хоть осколком стекла. Тогда ты выглядишь моложе, тогда тебя не забракуют, и тогда тебя не отправят в газовую камеру. То есть вот эти маленькие смыслы, направленные на выживание, в таких условиях говорят о том, что в любой ситуации, даже, казалось бы, в самой безнадежной, у человека есть выбор. И есть возможности самому делать что-то для себя. У меня сразу вопрос возникает. Вот если в наши дни перенестись в нашу, так скажем, реальность, всегда ли человек сам, вот как вы сейчас приводите примеры, может себе помочь? Либо уже нужно обращаться за помощью, чтобы человек извне, в частности специалист, психолог, ему помог выйти из этого трудного положения жизненного? Вы знаете, в силу того, что у нас с людьми сейчас никто не разговаривает, и люди между собой не разговаривают, вот это страшная тенденция. Но вы же видите, как все уткнулись в гаджеты, и эта проблема идет от мала до велика уже. А человеку необходим разговор. Человек теряется, он останавливается в поиске, он находится в таком сумрачном лесу, и он уже не знает, куда ему идти. Вот он стоит с этим светящимся телефончиком или с чем-то и тыкает, там абсолютно бессмысленно в эти кнопочки, а жизнь и его в том числе проходит мимо. Вот как сам Франкл сказал, «Я был создан, мой главный смысл жизни состоит в том, чтобы помочь другим людям найти смысл их жизни». Прекрасная фраза. Конечно, конечно, сейчас человек, особенно житель мегаполиса, он нуждается в помощи. И есть люди, даже не невротики, они не страдают ни неврозами, ни психозами, они нуждаются в разговоре о жизни. В серьезном, качественном, профессиональном. Когда сразу профессионал наведет на тот или иной путь, и человек вдруг видит, перед ним дорога-то открыта, как же он не видел. То есть выключаем гаджеты, идем к психологам. Идите, если вам надо, конечно. Ну а по-другому как? Мы хотим что-то изменить в своей жизни. Мы хотим быть счастливыми, да. Конечно. Перемен. Значит, что может человек сделать сам, кроме того, чтобы отложить телефон и пообщаться со своими близкими? Человек сам обладает огромной возможностью осознать, что жизнь одна единственная. Наконец-то, такие понятия-то уже. Что счет жизни, я прошу сейчас серьезно это воспринять, идет на секунды, если не на долю секунды. И вот есть, приведу слова, которые Франкл любил, наверняка потому, что он из еврейской среды, а там эти слова знали, такой был мудрец древнееврейский, Гилель. И три постулата очень важных его. Если не я сам за себя, то кто за меня? Вот этот постулат говорит об ответственности каждого человека за свою жизнь. Никто, кроме тебя, не вступится за тебя во всех отношениях, не сделает твою жизнь, только ты. Значит, первое, если не я сам за себя, то кто за меня? Второе, но если я только за себя, то зачем я? Как хорошо раскрыто, да? Хорошо. Если ты сам за себя, то ты, в принципе, твое существование достаточно бессмысленное. А дальше-то что? Ну да. Третье. А дальше-то что? Нет, я имею в виду вторую фразу. А дальше-то что? Вот-вот-вот, точно-точно. А третье, когда, если не теперь? Ух ты. Действительно, жизнь-то проходит, друзья. Вот. Мы сейчас сделаем маленькую паузу. Давайте все осознаем. Галина Лившиц-Артемьева по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Если у вас есть вопросы к психологу... Уж обратитесь гаджету, ладно? Тогда, конечно, можно написать в контакте Страна.ФМ. А также 8909-9281-8999, смс, ватсап, вайбер. Подпишитесь и отправьте что-нибудь, что волнует вас в этой жизни на этот номер. Друзья, Галина Лившиц-Артемьева в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы желаем вам сегодня не только удачи, счастья, обретения себя и вообще полнейшей гармонии в этой жизни. Смотрите, слушайте Страну.ФМ. Ну и мы сегодня продолжаем разговаривать об интересном. Да, мы очень часто говорили в предыдущей части, что нужно говорить «Жизнь и да», и так есть определенная книга. А нужно ли говорить «нет»? И часто ли это делать? И стоит ли этому учиться? Потому что сейчас идешь, и очень много мастер-классов различных от ваших коллег. Говори «нет», научиться говорить «нет», научись отказывать. Видимо, и с этим есть тоже определенные сложности у людей. Это немножко другая тема, потому что вот вы... Когда мы говорим, что говорить «жизнь и да» нужно, необходимое, другого пути нет, противопоставлять этому «нет» в том смысле, которое вы говорите, это будет нечестно. А говорить «нет», конечно, нужно. И вот умение беззвучно произнести «нет» для себя, что это значит? Сделать выбор. Отказаться от чего-то, что тебе навязывает общество, недобросовестный какой-нибудь продавец или стереотипы поведения. Научиться, знаете, вот есть люди, которые страдают, допустим, шапоголизмом. Идут женщины, которые могут себе позволить благодаря мужьям купить все, что угодно. И поскольку у нее очень много времени, она убивает время на то, что она покупает, покупает, потом у нее шмотки усят в шкафу с бирками, и потом она благотворительно раздает это все. Так вот, лечение от шапоголизма, оно часто и заключается в умении выработка навыка сказать себе «нет», осознать, в чем смысл сейчас будет моей покупки. Мне кажется, этим женщинам, в принципе, смысл жизни сложно осознать. Знаете, всем смысл жизни сложно осознать. У этих женщин смысла в жизни не меньше, чем у нас с вами. Другой вопрос, что, ну, может быть, у них не было добрых родителей. Может быть, они жили в таких условиях и мечтали только о деньгах, потому что ничего не видели. Тоже, кстати, смысл для кого-то. Да, да. И очень в 90-е годы как раз обогатились те, которые себе поставили во главу угла смысл, они выбились из нищеты, и вот эти вот одиозные, анекдотичные новые русские, ну, о них можно было даже пожалеть, потому что они осуществили свой смысл, но они очень многие плохо кончили из-за того, что у них вот это, конечно. Ну, не будем сейчас перечислять, у нас речь о другом, но... У нас вопрос очень хочу прочитать. Конечно. Я очень позитивный человек, вся жизнь для меня в радость, но близкая подруга крайне пессимистична и часто говорит, что не видит смысла в своей жизни. Как избавить её от таких мыслей? И направлен, в общем, фокус на кучу проблем. Никакие словеты слушать не хочет. Что делать? Ну, а в чём тогда смысл вам заботиться о том, как помочь подруге? Дарья пишет. Да, Дарья, если она не хочет слышать ваших советов, то, наверное, не нужно их и давать. Нужно отпустить ситуацию. Я думаю, что, знаете, бывает... То есть позволить ей быть в этом негативе? А как вы можете не позволить? Это подруга. Вы никому ничего не можете разрешить или не разрешить. Если вас напрягает её взгляд на мир, может быть, вам лучше просто от неё отойти. Если вы навязываете свой взгляд, не думайте, что вы делаете доброе дело. Есть люди, которые наслаждаются тем, что у них всё плохо. Может быть, она использует вас как носовой платок, чтобы там высморкаться. Подушка, подушка, жилетка, как принято говорить. И я много раз видела таких нытиков от природы, которые по юности я была очень человеком эмпатическим, сочувственным. И я так сочувствовала и думала, уже изобретала пути, как вот я помогу, вот я тут сейчас сделаю. Человек выплачется, и вдруг случайно я его встречаю, он через 10 минут идёт весёлый, довольный, у него всё хорошо. Негатив сбросил бы. Да, да. Ну, не люблю это... Это не научное название, но есть такое понятие энергетический вампиризм. Это обиходное, к психологии отношений не имеет. Однако же всё равно в нём есть некая чёткость, понятие. Бывало, вот вы ощущали, что вы общаетесь с человеком, и вам аж дурно делается вот такое чувство опустошения. А от некоторых наоборот заряжаешься. Да, да. И вот эти, от которых дурно, они от вас всё забирают, забирают, что могут, всю вашу энергию. У нас небольшая рекламная пауза, мы совсем скоро вернёмся. Оставайтесь с нами. Дамы и господа, Галина Левшиц-Артемьева по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Переводчик, логотерапевт, психолог и кандидат в филологических наук. Дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы. Есть ещё время. 909-928-189-9. Ватсап, вайбер, смс. Не упускайте такую возможность. Алексей прекрасное сообщение написал. На завод зарплаты 30 тысяч рублей в месяц и весь шапоголизм как рукой снимет. Мы как раз говорили об этом. Не снимет. Не снимет. Потому что шапоголик, знаете, это вот как алкоголик, как мы уже тут говорили. Богатый алкоголик будет пить дорогие напитки, бедный алкоголик будет пить динатурат, но он будет пить шапоголизм. Болезнь, поэтому даже при 30 тысячах она пойдёт на какую-нибудь барахолку, на какой-то рынок, будет последние копеечки собирать. Но от этого лечат не зарплатой в 30 тысяч, а обретением смысла жизни в другом, не в этих покупках. Фокус перепеременеть. Да, конечно, выяснение. А для чего ты живёшь? После тебя останется вот эта кучка хлама, вот тряпочек? Или что? Что останется после тебя? Какой ты оставишь след? Много вопросов у нас про личное. Вот я так сформулирую, что имеют в виду девушки, что есть самостоятельные и всё. Но вот есть идея фикс отношений, любви. Как с этим быть? Как отпустить ситуацию? Про замужество, про знакомство. Насчёт отношений, что их нет? Или я хочу конкретнее понять, в чём там проблема? Видимо, что всё хорошо в жизни, но вот настолько хочется уже любви и отношений. Ну вот сейчас одно из общений. Хорошо, кроме отношений, наверное, всё. Ну тогда не всё хорошо. Вот надо ли что-то делать? Как отпустить это? Потому что я вам должна сказать, что это же основа жизни. Вот по Франклу, если существует три пути обретения смысла жизни вообще. Три пути. И первый путь — любовь. Понимаете? Это первый путь. Один из самых главных. Главных, да. Но это неважно, какой из них первый. Также весомо творчество. В любом виде. Это не обязательно, что все должны стать писателями художника. Ну реализовывать все свои возможности. В чём бы мы себя не реализовывали, если мы это делаем вот с творчеством, с душой, с порывом, с любовью опять, с той же самой, то вот идёт творческий процесс. И третье — через отношения к тому, что мы не в силах изменить. Это так называемая трагическая триада. Да, Франкла. Страдания, вина, смерть. Ни один человек не проживает жизнь, не пережив страдания, не испытав вину по отношению к кому-то и не умерев или не потеряв близкого человека. И вот логотерапевты — трагические оптимисты. Да, мы говорим, есть в жизни страдания, есть вот эти мучительные моменты, но от этого жизнь только больше играет яркими красками. Но до этого какое-то время. Ну тут имеется в виду, надо ли что-то делать, искать, или отпускать ситуацию? Надо радоваться жизни, даже если у тебя сейчас этого нет. Всё описано в сказке Морозка, когда эту падчерицу отправили в лес, и дедушка Мороз её спрашивает, тепло ли тебе, девица? И она говорит, тепло, дедушка Мороз. Ей действительно тепло, она не из вежливости отвечает. На данный момент она ещё жива. Что значит это тепло? Она ещё не замёрзла до конца, и она ещё способна отвечать. И вот она до последней минуты, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красное, это значит, можешь ли ты ещё тянуть бремя жизни? И она говорит, могу. И вот в этом и есть достоинство каждого человека. А когда мы сидим и говорим жизни, ну что, дед, давай, подавай, мне хватит там разглагольствовать, подавай мне свои подарки. И вот франкловское открытие, франклов, в том, что не мы должны что-то требовать от жизни, а мы должны отвечать жизни на её вопросы. Тепло ли тебе, девица? Тепло. Несу, ношу, несу и буду нести. Вот в чём дело. А насчёт того, что если вы интересны, если вам интересно с собой, если вы уважаете себя, я не понимаю, что такое любите себя, но если вы себя уважаете, вы не... Ну, уважение к себе отдельная тема, то, знаете, люди к вам тянутся всё равно. Такого нет, чтобы человек остался один. Вы можете тысячу раз там накрасить глаза, надуть губы, одеться в какую-то одежду. На вас посмотрят, с вами заговорят. Обратят внимание, да. Да, спросят. Девушка, вы москвичка? И она скажет, угадайте. И всё, понимаете, на этом ваш разговор, может быть, закончен. То есть тут речь совсем о другом. Интерес к себе должен быть. Да. Интерес к себе. Уважение. Уважение к себе и наполненность твоей жизни смыслом. Да, смыслом, то есть интересом, интересами. Добрый день, страна. У вас очень нужная тема, а для некоторых это проблемная тема. Я считаю, что шопоголики, ох, как зацепило, это безответственные люди, которые живут сиюминутно. У них нужно воспитывать чувство ответственности, написала нам Роза. Вот как раз у нас пошла тема ответственности, о которой я и хотела поговорить. Вот опять же, если говорить о логотерапии, основа логотерапии, основа вообще человеческого существования зиждется на трёх китах. Вот как говорил Франкл. Это свобода, совесть, ответственность. Он даже говорил, что напротив статуи свободы в Америке надо поставить ещё одну статую. Одну пусть, ладно, а совесть уж. Ответственность. Ответственность, потому что свобода без ответственности ничто, это уже анархия, вседосволенность. Да, ответственность. Но, знаете, интересно насчёт ответственности вот, что это специфика именно наша пока ещё. Я когда писала вот в этой книге главу об ответственности, маленькую главку, я решила опросить, я не сделала такой репрезентативный опрос, там несколько тысяч, но я решила, что я опрошу 100 человек, наших российских граждан, ровно 100, ну 100 удобно там высчитывать, сколько процентов, за кого вы отвечаете, что такое ответственность, и за что вы несёте ответственность. И, знаете, все отвечали за папу, маму, за жену, семью, детей, за родину. Да, в широком смысле слова, мы тоже как бы и за это несём ответственность. Что меня поразило? Я повторяю, 100 человек это не, конечно, такое, что можно этим потрясать. Но всё-таки 100, это и не один. Никто не сказал, что за себя. Никто. Когда я в Германии спрашивала... Это в нашей ментальности. В нашей ментальности. А что в Германии вы говорите? Все в первую очередь говорили, я несу ответственность за себя. Все. Совсем другое мышление. Чтобы было человека, чтобы он это не сказал. Дело в том, что вот эти годы жизни... Советские. Да, в той действительности, когда ты ни за что не отвечал, то есть тебе даже могли внушать, что ты отвечаешь там за родину, но ты не мог по факту ни за что отвечать, в том числе и за собственную жизнь. Очень часто не было никаких выборов. Как вот это? Мне дали квартиру. Понимаете? Вот сама вот это... Я ничего не делал. Мне дадут. Меня распределят. Да, меня распределят. Вот это вот само понятие, это уже существует зоопарка, а не свободного человека. И вот это вот наше неотвечание за себя, то, что с детства, с детского сада молчи, не возражай, слушайся воспитательницу и так далее, и школа, и дальше, это самое страшное. Это рождает инфантильных, беспомощных людей, действительно безответственных. С вечным чувством вины каким-то, мне кажется. И естественно, и с вечным чувством вины, потому что все не так получается. А когда человек себе скажет, вот моя одна единственная жизнь, повторяю, и эту единственную жизнь, я за нее отвечаю. Не папа, не мама, не муж, не жена. Я отвечаю за жизнь. Я отвечаю за свой выбор. Может быть, я ошибусь в своем выборе, но это будет моя собственная ошибка. И знаете, тогда человек подумает гораздо больше, подольше, чем... Чем хватать первого попавшегося. Да, например. Как хорошо еще Франкл сказал, раз уж мы о нем говорим, то почему бы не сказать эту фразу. Мне очень она нравится. Жить надо так, как будто ты живешь вторую жизнь. А все... С учетом ошибок первой. Все ошибки, которые мог сделать, ты сделал в первой жизни. Скажите, да, по поводу... То есть, как относиться к этому? А да. А как же так жить? Как? А очень просто. Много читать. Чего? Хороших книг. Хороших. Кроме Франкла. Кроме Франкла. Достоевского, Толстого, Чехова. Классику нашу прекрасную, который... Где книга больше, чем книга. Каждая книга — это судьба, и ты можешь думать над этой судьбой. И ты можешь думать, ставить себя на место этих героев, ты можешь эти ситуации прорабатывать. Даже осудить, наверное. Конечно. Но почему нет? Кого-то ты можешь принять, кого-то не принять, кого-то не понять. Или думать, а я-то бы, а я бы смог, смогла. И вот, а на чем нам еще учиться? На каких-то философских трудах думать о жизни. То есть думать... Жить надо осмотрительно, зная, что за все, за каждый мой шаг отвечать придется мне. И что то, что все, я выберу, мой выбор останется в книге моей жизни. Ну а как же дети? Мы же отвечаем за детей, да? До какого возраста? Как их приучить отвечать за себя? Мы за детей отвечаем даже юридически до 18-ти их лет. Но учить их отвечать за себя надо... Как можно раньше. Да, как можно раньше. Не делать, давай я... Ой, у тебя не получается, я сделаю за тебя. Нет, пусть ковыряется. Иногда же нет времени. И хочешь, давай скорее, одевайся в шнурки, я тебе завяжу, там, то, все вот. Вот начиная с мелкого какого-то дела, хочешь поесть, не ковыряйся, я тебе сама отрежу кусок хлеба, или ты порежешься, или ты там то, все, нет. Сам, сам, пусть человек как можно раньше сам плывет по волнам своей жизни. Это очень важно. И надо человеку объяснять, что это твоя жизнь. Давай вместе решим, я тебе предлагаю вот такие варианты. У тебя есть какой-то еще вариант? Давай подумаем, какой лучше. Вы знаете, у нас есть вариант сейчас сделать паузу, а мы потом продолжим. Спасибо. Без вариантов. Без вариантов, это точно. Друзья, в гостях у страны ФМ писатель, лингвист, кандидат филологических наук, психолог, переводчик, логотерапевт Галина Левшоц-Артемьева. И мы уже неоднократно обращались к книге, которая у нас лежит на столе. Галина, расскажите поподробнее, что это такое, где ее найти. Куда ее показывать, только не знаю. А вас? Значит, что за книга? Книга моя, хотя она под фамилией Берта Ландау, под именем и фамилией это моя бабушка. У бабушки такая интересная судьба была, и она... Я покажу. Если бы не бабушка, не было бы вообще нашей семьи, потому что, когда немцы подходили к Смоленску, и дедушка сказал, Бетя, давай останемся, мы уже не убежим, потому что все начальство партийное уехало, а город остался как бы на разграбление. А дедушка хорошо знал Германию и немцев давних пор, это действительно был культурный народ прекрасный. А бабушка сказала, нет, мы уйдем. Они ушли пешком. Они старшего сына отправили на фронт, он и погиб под Сталинградом. А мой папа, тогда им было 17 лет, бабушка и дедушка, то есть его родители ушли пешком. И тем самым они спасли бабушка, худенькая, маленькая, слабенькая, намного младше дедушки. Она спасла жизнь будущих поколений нашей семьи таким решением. Потому что первое, что делали немцы, входя в города вот в Белоруссии, потом уже у нас в Смоленске, они расстреливали, выгребали всех евреев, гетто, расстрел, зверские убийства и все. Ну вот, а папа потом уже когда ему вскоре исполнилось 18 лет, он пошел на фронт и был до конца войны. Он вернулся живым из двух словей. Один выжил, и вот нас много народилось. Мы все любим жизнь. Мы все дети победителя, папы победителя и дедушки победителя. Теперь прадедушки мы ходим на бессмертный полк. А все это благодаря бабушке. Поэтому я решила, что вот это настолько корреспондирует тема с Виктором Франклом, что книги про смысл жизни, вот может быть бабушкино самое главное было деяние, знаете, это вот уйти, тогда принять решение нет, мы уходим. Они бросили все, у них сколько-то фотографий, какие-то там даже одежды толком не взяли с собой, но они спасли самое главное. Поэтому Берта Ландау жажда смысла. Она о Викторе Франкле, она о логотерапии, она очень интересная, там есть часть, где просто легенда связана с жизнью Франкла. Ищите на прилавках. Это есть на прилавках, да, везде, в доме книги и во всех домах. Только-только вышла книга? Нет, это не только-только, это 2017 год. А сейчас вышла книга, я ее еще даже в руках не держала, но она прямо вышла. Она тоже Берта Ландау «Смысл семьи». И она о семейных отношениях, она интересна тем, что там куча примеров из практики, со всякими комментариями, и там это интересно будет читать, и тем, кто совершенно никак, никакого отношения к психологии не имеет. И к логотерапевтам тоже интересно, потому что там есть случаи типичные, а есть очень нетипичные. Как говорится, для широкого круга читателей. Вот-вот. Прямо будете читать взахлеб. Класс. Гарантированно. Ждем. И что важно, друзья, в сети-класс тоже для вас лекции идут. Да. Приходите, в сентябре особенно будет жарко. Смотрите, каждый месяц я провожу мастер-классы в сети-классе, в моем любимом, где собираются просто отборные люди всегда в сети-классах те, кому интересна тема. Поэтому занятия проходят очень интересно на одном дыхании. Обычно в конце месяца два дня подряд в сети-классе проходят мои мастер-классы, посвященные Виктору Франклу и тому, как добиться перемен к лучшему в собственной жизни. Но смотрите на сайте сети-класса даты. Подробности в интернете. Спасибо вам огромное. Было безумно интересно. До встречи. Галина Левшис-Артемьева в эфире Страны ФМ. До новых встреч. Пока. До новых встреч. До свидания.